x5 диалог 2022 продолжает свою работу и сейчас мы говорим с Игорем Штектерманом. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как изменилась стратегия развития x5, какие приоритеты вы сейчас определили на ближайшее время для вашей команды? Спасибо за вопрос. Глобально наша стратегия никак не изменилась, мы действительно исходя из текущей экономической ситуации провели определенную ревизию, сделали там небольшие настройки над тем, что мы хотим, но глобально наше видение и наши приоритеты они остаются без изменными. Это лидерство прежде всего через активное развитие. Для нас важно оставаться лидерами во всех сегментах, в которых мы работаем. Мы нацелены на лидерство как по темпам роста, так и по оффлайн и онлайн выручке. Мы хотим в ближайшие годы показывать рост не менее 20%. Мы, соответственно, планируем добиться лидерства в сегменте жестких дискаунтеров и агрессивно развивать наш новый, но достаточно уже зарекомендовавший себя формат чижек. У нас плана сохранить высокие темпы роста в сегменте пятерочка, смещая ассортимент немножко в пользу более низкого целового сегмента, потому что это сегодня важно для потребителя. Для нас очень важно увеличивать дальнейший отрыв перекрестка. Перекресток является конкурентом в сегменте супермаркетов. Прежде всего за счет предложения уникального ассортимента, за счет предложения более широкого спектра различных сервисов и за счет развития в крупных больших городах. Также для нас важно развитие региональное, в том числе через альянсы. Буквально вот совсем недавно мы вышли в Восточную Сибирь, как раз таки за счет того, что сделали сделку с достаточно хорошими крупными региональными игроками. Это компания Красная Рослата. В следующем году мы планируем присутствовать в 8 федеральных регионах. За счет мы входим в новый регион, на Дальний Восток. И для нас, конечно, очень важно быть лидерами по всем клиентским метрикам, потому что мы работаем прежде всего для наших покупателей. И в частности мы это замеряем через НПС. То есть наша цель, чтобы у нас НПС сохранялся там лучше, чем у всех наших конкурентов. И мы не отходим от нашей стратегии, которую мы заявляли раньше. Это присутствие на всех этапах клиентского пути. Мы находимся на конференции поставщиков, и сеть не может, тем более, столько сетей развиваться без партнеров в виде поставщиков. Какую роль в реализации этой стратегии, которая сейчас у вас определена, играют поставщики? Меняется ли у вас взаимодействие с ними? Наши поставщики – это действительно наши партнеры. Вы правильно сказали, что невозможно развивать такую огромную сеть магазинов, как у нас. Их больше 20 тысяч, и мы присутствуем в сегменте hard discount, в сегменте магазинов дома, в сегменте супермаркетов без эффективного взаимодействия с поставщиками, потому что основной показатель успешности любой торговой сети – это наличие хорошего товара на полке по разумным ценам. Поэтому для нас слаженная работа с поставщиками является ключевым фактором нашего взаимодействия с ними, и очень важно обеспечение бесперебойности поставок. Мы должны понимать, что мы живем в новой реальности, которая перед нами ставит перед всеми достаточно жесткие требования, и необходимо принимать непростые решения. Для себя мы выработали три основных приоритета, которых мы будем придерживаться при работе с нашими поставщиками. Во-первых, у покупателей X5 должна быть лучшая цена на полке. Это касается как закупочной цены, так и цены на полке во всех наших торговых сетях. Это основной приоритет, это необходимое условие, которое необходимо соблюдать при сотрудничестве с нами. Во-вторых, очень важно прозрачность закупочных цен. Мы всегда открыты к диалогу относительно параметров закупки и хотим более открытого подхода от наших партнеров. И третье условие – это уровень сервиса. Здесь мы не видим никаких возможностей для компромисса, поскольку высокий сервис-левел – это высокий уровень сервиса для покупателей. А покупатели точно не готовы идти на компромисс, не находя необходимого товара, который они привыкли видеть на полке. При этом мы, как компания X5, предоставляем широкие возможности для поставщиков, которые готовы сотрудничать с нами. У нас уже более 20 тысяч магазинов, которые работают в семи федеральных округах. А как я сказал раньше, мы выходим на Дальний Восток, мы будем уже присутствовать в восьми федеральных округах. Наши покупатели – это десятки миллионов россиян, которые каждый день приходят в наши магазины, посещают наши сайты для того, чтобы купить необходимые им товары. В сотрудничестве с нами поставщики получают доступ ко всей нашей аудитории. По поводу поставщиков локальных в регионах, как меняется сейчас доля этих поставщиков? И вот насколько условно сложно сейчас или легко готовиться к переходу к работе на Дальнем Востоке? Последние годы доля локальных поставщиков неизменно растет. На сегодняшний момент доля поставщиков российских на наших полках составляет порядка 90%. Мы также продолжаем укреплять позиции локальных поставщиков. Мы понимаем важность работы с поставщиками в регионах. Это и с точки зрения лояльности для покупателей, потому что они любят потреблять локальную продукцию. А также это позволяет нам расширить предложения и снизить издержки, потому что если ты покупаешь товар у локального поставщика и заводишь в наши локальные магазины, то плечо поставки намного меньше, нежели везти откуда-то издалека. Сейчас доля непосредственно локальных поставщиков в разных регионах на полках пятерочки и перекрестка составляет около 30%. В некоторых регионах она достигает 40-45%. Как меняется покупательское поведение посетителей ваших магазинов? Практически все отмечают, что изменения происходят. И какие тренды вы для себя выделяете, на что приходится фокусировать свое внимание? Ну, наверное, один из основных трендов, который сейчас мы наблюдаем, это реальное снижение доходов населения. Мы замечаем, что граждане стали больше экономить, они придерживаются стратегии такого разумного либо бережливого потребления. В результате, с точки зрения приоритетов, для них основной роль, конечно же, играет цена. Там качество тоже важный фактор, и лишь затем уже ассортимент. Поэтому растет популярность всех способов экономить. И если, например, два года назад покупатели ходили в 3-4 магазина для того, чтобы выбрать себе товар, то сегодня они заходят в 5-6 магазинов для того, чтобы найти наиболее выгодный товар по цене либо на промо-акциях. Также для покупателей очень важно искать наиболее выгодное приложение. Сегодня потребители пытаются беречь свои денежные средства, тратить их экономно. И, соответственно, это важный фактор, который, безусловно, необходимо учитывать. Смотрите, наш офлайн-бизнес представлен, как вы уже сказали, тремя разными форматами. Это магазин у дома, в котором работает пятерочка классический. Это супермаркет, в котором представлены мы перекрестком, и жесткие дискаунтеры, где мы развиваемся за счет чижика. Каждая торговая сеть имеет свои преимущества для клиента. Соответственно, свою специфику мы планируем и дальше развивать их лучшие, самые конкурентные черты. Каждая сеть будет лидером в своем ценовом сегменте. Пятерочка – это магазин у дома с самыми выгодными ценами на полке. Перекресток – это супермаркет с уникальным ассортиментом, с большим количеством сервисов. Цель для перекрестка – это быть лидером по выручке и по восприятию среди супермаркетов. Чижик – это лидер среди дискаунтеров с предложением лучших собственных торговых марок. Но при этом приоритетом для всех торговых сетей становится цена. То есть каждый в своем сегменте должен для покупателей предлагать наиболее разумные цены. X5 всегда славится своим цифровым… X5 всегда славится своими такими цифровизацией. И как вы сейчас планируете развивать цифровые бизнесы? Сохраняется ли актуальность присутствия на всех этапах клиентского пути? Мы по-прежнему верим и считаем, что онлайн – это один из важнейших этапов клиентского пути. Покупатели привыкли к сервису доставки. И несмотря ни на что, он будет только развиваться. Рынок продолжает расти. Да, наверное, динамика онлайн-доставки чуть-чуть снизилась по сравнению с прошлым годом, но все равно он показывает пока еще двухзначные цифры роста. И мы видим, что это будет продолжаться. Мы считаем, что нам удалось создать один из наиболее эффективных на рынке e-Grossery инструмент. Мы объединили все онлайн-бизнесы в отдельную структуру. Видим рост эффективности и синергию. Мы делаем опору прежде всего на собственную инфраструктуру и, соответственно, собственную доставку. Но при этом мы также работаем и через агрегаторов. То есть наши покупатели получают доставку как из наших собственных магазинов путем нашей собственной доставки, так же мы работаем через агрегаторов. Мы активно развиваем умниканальность для того, чтобы присутствовать там, где удобно клиенту, быть рядом с ним. Соответственно, как я уже сказал, именно по этой причине мы, помимо своей доставки, с августа подключили агрегаторов для того, чтобы иметь большую возможность для наших покупателей быстрее осуществлять доставку. Но при этом мы продолжаем нарабатывать наши собственные компетенции. У нас единая цифровая платформа. Ключевым для нас остается бизнес-модель экспресс-доставки во всех торговых сетях, когда мы ее осуществляем в пределах 30-45 минут. Игорь, и в завершение, некое пожелание себе. Мы все-таки работаем в рамках X5 диалог и конференция поставщиков. Что вы можете пожелать себе, коллегам и поставщикам на ближайший год? Мы не просто так называем уже последние пять лет конференцию с поставщиками X5 диалог, потому что для нас очень важно слышать от наших партнеров обратную связь, прислушиваться к ней и вместе находить взаимовыгодные решения. Вот сегодня, мне кажется, это еще более важно, научиться слышать друг друга, понимать, где мы совместно можем искать точки роста, для того, чтобы мы имели возможность за счет прогнозирования, за счет лучших закупочных условий, самое главное вместе с вами предоставлять лучшие условия и цену для наших покупателей на полке. Спасибо. Спасибо, Игорь. Ну что ж, еще одно видео в рамках X5 диалог вы смогли посмотреть. Изучайте все наши материалы, которые мы сегодня готовим для вас.